добрый день друзья вечерняя пробежка сегодня и не могу не поделиться с вами очередным своим удивлением ибо мозг человека философствующего это мозг вопрошающий и основное качество философ это умение удивляться и спрашивать каждый день задавать вопросы миру искать на них ответы мир меняется мы тренируем с вами адаптивность это не просто умение пересобрать заново пазли к сегодняшнего дня под изменившиеся условия а 27 середина сентября в петербурге плюс 27 вечера что в принципе нонсенс и такая погода была сто лет назад мы с вами прямо сейчас понимаем слова тетчего блажен кто мир си посетил его минуты роковые наверно после эпидемии уже хотелось бы посещать мир другие минуты но пока не получается пока мы здесь и мы свидетельствуем свидетельствуем о том что потепление и изменение климата вот они прямо здесь петербург сместился в какую-то тропическую зону потому что очень много торнадо было в этом году летом лично я застала штук 6 летающие крыши на пустом месте срывающий все ветер и в один из них я оказалась в машине у меня машина качалась просто стороны в сторону и было жутко было страшно прям реально страшно все это с огромными молниями и проливным дождем тропическим рядом с моим домом вот такие испанские слизни которых у нас никогда не было и быть не должно они любят теплый климат нас усеяна вся дорожка этими огромными слизнями которые связи с изменением климата здесь появились руками говорят их трогать не рекомендуется там своя биология не очень приятная для человека но тем не менее вот все так как есть удивляться или радоваться наверное тренировать продолжать адаптивность ну немножко вперед смотреть какие зоны и если у нас действительно меняется климат на 4 процента выросло потребление электроэнергии в связи с попыткой освежиться этим летом если климат меняется какую сторону какие климатические зоны будут дальше более востребованы наверное краснодарский край которым это даже телефон у нас сегодня от жары садится прямо безобразие какое-то и так конечно если думать о какой-то релокации надо учитывать географический фактор важная история очень много моих знакомых мечтали о море а потом приехав морю поняли что жить и работать при плюс 40 которые достаточно длительное время держаться на улице ну это просто ужас не говоря уже о тех моих знакомых которые часть времени проводят в арабских эмиратах где летом бывает плюс 70 мне кажется сколько у нас будет плюс 70 обилие полярных сияний которые у нас сейчас на территории петербурга обнаруживается но тоже нам говорит о том что очень сильно изменился климат он сместился эльбрус который я монтирую еще не давать и ровно но скоро 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 уже в этом году очистился на несколько месяцев раньше вы его обязательно увидите друзья мои он должен был очиститься по словам знатоков по моему к осени к октябрю мы там были в июне и уже голые склоны жара не только на улице жара у меня сейчас в делах поэтому я не успеваю собственно говоря за что я перед вами извиняюсь класть новые ролики потому что нужно подготовить 160 фотографий к изданию книги и я чувствую себя гоголем потому что хочется все сжечь периодически знаете очень с одной стороны трепетно с другой стороны странно возвращаться к тому что было написано очень много лет назад культура в какие-то моменты другая была восприятие естественно опыт другой был видение жизни где-то наивное описываемые места уже изменились иногда то под каким углом все это подавалось в общем испытала острое желание быть гоголем сжечь а потом подумала что наверное издатель знает лучше наверное все таки издатель и просто так со мной задружился поэтому бережно бережно аккуратно поправила вычитала большую часть книги частично заменила фотографии честно на более интересные забавные смешные мне хочется повеселить своих читателей в том числе хочется их удивить они воспитывать и нудеть потому что книга все таки все таки все таки о путешествиях о культуре книга о людях там очень-очень много жизненного и человеческого на самом деле да поэтому мне кажется она намного полнее и шире чем просто историю о вере и о нашем возможном пути к богу поэтому поэтому ничего не сожгла все бережно переверстала дедлайны горят я горю книга в руках горит 27 вот такой у нас сегодня вечер остаемся на связи друзья очень скоро новые ролики очень скоро возможно новые путешествия и или брус и обязательно его вам покажу и спасибо и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»